Приветствую вас, мои дорогие! Сегодня у нас домашний влог. Я хочу показать вам какие-то обновки. Столько женщин от 50-го и выше, и так мало хорошей одежды этих размеров. Также покажу вам сегодня средства для волос, которые я использую для восстановления волос. Наливайте чай, как и я. Кстати, я пью сейчас чай из магазина кофейной контаты. Я знаю, что эта сеть есть в некоторых городах. Чай я приобретаю на Ахерб. Либо в этих магазинах. Очень нам нравится чай китайская мята. Сейчас как раз он у меня заварен. Кружечка Амстердам. Муж часто ездит на выставку туда. Еще мы приобретаем иногда чай с жасмином. Я сейчас без макияжа. Дома я хожу без макияжа. Сегодня я наносила мою любимую маску для волос. Поэтому, видите, цвет такой довольно яркий. Потом, через некоторое время, он чуть-чуть подсмоется. Эту маску наношу на брови. Кому интересно, что это за масочка и почему такой вот яркий цвет в итоге получается. Посмотрите, пожалуйста, мое видео. Оставляю вам вот здесь подсказочку. Когда у меня были довольно длинные волосы. Сейчас у моей дочки ниже бедер волосы. Очень густые, вьющиеся, у нас вообще вьющиеся волосы. Такого пепельного цвета, ближе к пшеничному. И у меня, в общем, тоже такие же натуральные волосы. Во время стресса, очень сильного стресса, во время развода и впоследствии, еще некоторое время, у меня очень сильно выпадали волосы. Такой степени, что приходилось скрывать просто отсутствие в некоторых местах волос. Просто закрывать вот так вот длинными волосами, наматывать косы. Такие сильные, прям залысины они заросли. С годами. Густота волос так и не восстановилась. Когда волосы короткие, очень удобно втирать какие-то средства. Я сейчас покажу вам, чем я пользуюсь. И вы мне, пожалуйста, дайте какой-то отзыв по поводу того, использовали ли вы уже эти средства. И насколько они вам помогли. Потому что для меня это сейчас очень актуально. Я хочу восстановить, ну, хотя бы половину твоей густоты волос, которая у меня была. Вот такая у меня задача. И для тех, кто приобретает, кстати, ампулы Деркос. Я уже приобретала ампулы. И их как-то я не увидела, честно говоря, особого результата. Если вы пользовались и какой-то был результат, напишите мне, кстати, пожалуйста. Мне было очень обидно, что я потратила такие деньги. Ну, года два где-то назад или три. И, в общем, я не увидела никаких результатов. Так что сейчас у меня довольно простой уход. Никотиновая кислота. Вам плохо. Не очень, конечно, удобно. Сейчас уже продается, я знаю, никотиновая кислота для волос. Она ничем не отличается. Просто упаковочка удобная. Более такая, ну, вот пластиковая. Скручивается головка у этой штучки. И, в общем, легко нанести на волосы. Наносится это раз в день. Примерно 1-2 ампулы. Ну, в зависимости от того, конечно, какая густота волос. Может быть, потребуется 2-3 ампулки. Втирается в корни волос. Вы знаете, довольно хорошие отзывы на это средство. Это средство, никотиновая кислота, она сильно очень активизирует кровоснабжение. И, соответственно, все последующие вещества впитываются гораздо быстрее. И вот на уровне поверхностных таких капилляров они дальше уже разносятся по луковицам. И будет луковица волос, которые спят, которые еще можно разбудить. Передоксин. Через день я где-то пользуюсь. Передоксин, ну, это витамин В и никотиновая кислота. То есть я их варьирую. Видите, тоже вам пока уже легче будет открывать. То, что он здесь вот с полосочкой такой, да, на которую нажать, и она легко открывается. Передоксин рекомендуют добавлять даже в шампуни, в маски для волос. Кстати, вот если вам нравятся маски для волос, вы регулярно делайте сами. Ампулка передоксина, то есть витамина В, прекрасно будет работать. То есть он тоже улучшает проницаемость сосудов. Увеличивает возможность достижения полезных всех веществ, которые вы используете после него, уже до самой луковицы. Начинаю я мыть ее волос с того, что я наношу масло репейное. Ну, это, в принципе, от Эволар, самое простое масло. Наношу его полностью на все волосы, на корни, как следует втираю. И часика-два, наверное, хожу с маской. И таким образом перед каждым мытьем головы сейчас я это делаю. Масло это после смывания шампунем не оставляет жирного налета на волосах. И, кстати, хорошо убирать. Завтра в 9. Ну, здорово. Хорошо. Знаешь, пораньше ложись, ладно? Следующее, что я для себя приобрела, это вот такой вот шампунь лечебный от Madre Labs. Приобрела его на iHerb. Забыла вам совсем показать его, потому что он стоял в душевой. И это B-комплекс плюс биотин. То есть вот этот самый Витамин В здесь уже есть. Биотин, как вы знаете, улучшает структуру волоса и, соответственно, делает его таким более пластичным, более, я бы так сказала, устойчивым, более крепким. Аромат у этого средства приятный. Цитрусовый протеин, биотин, витамин В и также различные масла. Мне пока нравится этот шампунь. Я оставлю, естественно, все ссылочки на все средства, о которых я сейчас говорю, в описании к этому ролику. Посмотрите, пожалуйста, кому это тоже интересно. И мне интересно отзыв получить от вас, если вы использовали уже этот шампунь. Напишите мне, пожалуйста, как он вам, понравился ли он. Я пока вижу, что волосы очень послушные после него, легко укладываются. Результат обычно при восстановлении волос бывает через месяц. А я только начала всем этим пользоваться, так что будем с вами смотреть через месяц примерно. И следующее, что я еще приобрела, это от Белита Витекс. Интенсивный уход 4А, сыворотка против выпадения волос. То есть я надеюсь, что это будет именно останавливать выпадение, сохранять как бы те волосы, которые уже есть от выпадения. Вот такая у нее тягучая прозрачная структура. Приятный такой кремовый аромат, немножко фруктовый чуть-чуть. Она очень быстро впитывается. Ее нужно наносить как по всей длине, так и, соответственно, втирать в корни волос. Она не оставляет никакого жирного следа. То есть она не утяжеляет волосы. Вот сейчас я ее втерла, нанесла витамины и втерла вот эту сыворотку. У меня волосы сейчас без укладки. Абсолютно вот так я хожу дома. Я могу, опять же, ничего сказать. Очень мало времени прошло. И сейчас вот просто хочу вам ее показать, чтобы вы мне тоже сказали. Если вы использовали, напишите, пожалуйста, стоит ли дальше продолжать. Но я думаю, в любом случае у меня стоит, потому что мне хочется какого-то результата получить. Поэтому я сейчас буду использовать вот такие вот бюджетные средства, потому что дорогие. Как вы уже поняли, я использовала и, к сожалению, результата не увидела. Здесь 300 мл, но понятно, что Белита Витекс – это очень бюджетная компания. Это очень бюджетное средство. Ну и еще кое-что полезное я нашла. И это уже для бровей и ресниц. Я уже решила заодно увеличить густоту бровей и ресниц. Вивьен Сабо. Вот такое вот репейное масло. То есть фактически, когда оно там закончится, я просто добавлю туда репейное масло. И буду точно так же на ночь наносить на брови и на реснички. Единственное, оно очень близко к краю, да, вот к глазу не наносите, потому что оно дает, ну, такое ощущение мутноты в глазах, когда масло попадает. Значит, что на мне? На мне сейчас палантин. Приобрела его я в магазине Респект. Я очень хотела вот такой вот палантин. Вот видите, такого нейтрального оттенка, клетчатый. Кстати, смотрите, у него, видите, выполнены края вот так, с косым срезом. Он очень мягкий. Здесь шерсть 25%, вискоза и акрил 30%. Как вы видите, вот видите, он довольно большой. Вот нейтральный цвет, но там различных много довольно. Стоимость у него не прям совсем такая бюджетная, но в целом для вот такого огромного, вот прям большого-большого такого, видите, широкого палантина. Хорошая, полторы тысячи. И также у них есть карты, которые они выдают при покупке. И там тоже есть скидка. Шарф, который можно, в принципе, надеть и на голову, и укутаться, и в качестве просто шарфика даже носить. Ну и, насколько я знаю, Респект есть в разных городах. Сеть, да, торговая там. Там же обувь. Так, но, к сожалению, пришлось отлучиться. В конце видео расскажу, куда. Когда я хотела вам показать вот эту обновку. Значит, магазин называется Ж.О.Д. Я, наконец-то, нашла правильные размеры. Вот такая вот свободная кофточка. Посмотрите, какой хороший крой. Значит, вот так вот красиво очень драпируется. Смотрите, как здорово. Я не люблю, знаете, когда в облипку подмышками некрасиво. Это особенно, если чуть-чуть даже взмок, сразу же все видно. Особенно на однотонных вещах, которые я люблю. Во-первых, с однотонными вещами легче всего сочетаются любые абсолютно аксессуары. Во-вторых, они просто интеллигентнее выглядят, нежели те, у которых есть рисунок. У этой кофточки перед короче немножечко, чем задняя планка. Непрозрачная, она довольно плотная. Берите, пожалуйста, на размер побольше. Вот видите, у меня сейчас вот 52-й. Он прям такой свободный, как 54-й. Поэтому мне хорошо. Стоимость этой вещи в районе 2000. То есть 1900. Прошу прощения, невозможно найти те магазины, которые полностью и поставляют по всей России, и в другие страны. Это невозможно. Если что-то продается только в Москве, и вам понравился этот бренд, ищите, кто его закупает. Вводят эти вещи. Это российская компания. Почему они так здорово сидят? Они шиты по итальянским лекалам. Я не знаю, почему наши не могут сделать. Висеть на вешалке это не так хорошо. Выглядит, как на фигуре. То есть на вешалке это немножко такой квадратик с ручками. Так что обратите, кстати, внимание на эту модель. Эта форма отлично выглядит, особенно на пухленьких. Ну, в принципе, и на худеньких тоже я видела. Здорово. Следующий вариант. Смотрите, как это выглядит в крое. Вот смотрите, видите, такой немножечко прямоугольник. А дальше ручки. Смотрите, какой цвет. Я нашла очень-очень красивый. На этих самых кофточках написано «Элен». Мне вообще везет, как вы поняли уже, да, в этом месяце с названием «Элен». Вот «Меглер». Я приобрела как раз и говорила вам об этом. Кто не видел, посмотрите. Вот такой красивый цвет. То есть ткань такая же, но здесь, как вы видите, более такой вот прямой ворот. Защип идет, то есть такой шов. Стоимость, ну, у них примерно одинаковая. 1870. Я считаю, что это очень небольшая стоимость за такое хорошее качество. Понятно, что вполне возможно, вы можете приобрести вещи какие-то на Алиэкспрессе за 300 рублей, за 200, даже и за 100. Но, как бы, я такие вещи не ношу, потому что я педагог, я не могу преподавать в таких вещах. Во-первых, я боюсь наклониться, боюсь что-то сделать, и они рвутся, они тянутся, они выглядят непрезентабельно после стирки. Поэтому давайте договоримся так. Я буду вам показывать то, что может кому-то не подойти, например, по цене, но по качеству, за качество я ручаюсь. И также нужные нам размеры с вами, девушки, есть до 54-го в линейке одежды First & Price. Разрабатывался этот бренд в России. Славится своей индивидуальностью, индивидуальным и творческим подходом к отделке, к каким-то элементам. Я приобретаю эту одежду в Москве в магазине Jam Anyway. Эти магазины есть в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде. И также одежда под этим брендом First & Price продается во многих онлайн-магазинах. На днях я была в магазине Miniso. Для тех, кто не знает, это японский бренд. Это абсолютно масс-маркет, почти фикс-прайс в Японии. Ну, в Корее, в Китае, то есть он везде, везде сейчас по всему миру. В том числе в Москве есть три офиса и также есть интернет-магазин, с которым вы можете заказать что-то себе в разные страны, в разные города. Да, оставляю ссылки, пожалуйста, ищите в описании к этому ролику. Вот здесь под видео, под кнопочкой «Еще» вы найдете описание и информацию об этом бренде. Мне был очень нужен вот такой тонкий-тонкий кошелек. То есть, вот смотрите, совсем прям маленький. Он очень качественно сделан. Написано «Кожа», но я думаю, что это все-таки такая прессованная кожа, хотя очень приятная на ощупь и очень красивая. Вот, как вы видите, да, немножко так переливается. Зала тесненая чуть-чуть кожа. Здесь есть карманчик для мелочи и здесь есть карман для купюр. Такая вот вещь мне была нужна, потому что у меня зимние, осенние мои сумочки. Они, в принципе, не очень большие. Есть коричневая, очень красивая. И вот под нее как раз я и купила в районе 500 рублей. Следующее, что нужно периодически, естественно, приобретать, это ножнички вот такие вот маленькие, просто обычные ножнички. Они какие-то хромированные, золотые, тут мини-соп. Прочла надпись сзади, что это ножницы для стрижки бровей. Ну, мне-то они, в общем, нужны не для стрижки бровей. Я, в общем, с трудом свои-то отрастила. Мне их стричь совсем не хочется, честно говоря. В районе 200 рублей. Что меня заинтересовало, сейчас я ищу, знаете, такие кремы для умывания на утро, чтобы кожа не была пересушена уже с утра. Такое вот молочко для умывания, которое нужно смывать. Либо крем для умывания, который, опять же, смывается водой. Я как-то не могу протереть лицо просто диском каким-то ватным скремом и все. Мне кажется, она у меня нечистая остается. Он наносится на влажную кожу. Кожа как следует массируется. Ну, то есть, в общем, точно так же, как вы наносите пенку, только она не будет пениться. Очень вкусный, тонкий аромат. И стоимость его в районе 160. Сейчас немножко беспорядок дома. Кое-что искали очень долго. Безуспешно, к сожалению. И поэтому не могу сейчас вам сказать точную стоимость. Я не попробовала. Я попробую завтра утром и потом обязательно вам расскажу. И по пути с работы я зашла в магазин Элиза. У нас есть такая сеть. Там нет хозяйственных товаров. Там очень большой выбор духов, то есть, именно парфюмов. И там есть те парфюмы, как, например, Эрмея, которые не представлены в Литуале или еще где-то. И они там по приемлемым ценам, особенно в дни акций, нашла там очень любопытные духи. Такое называется 42 градуса. Вот этот аромат конкретно написано, что он мужской, но он совершенно сумасшедший, вкусный. На мой взгляд, не подходит для мужчин, а больше подходит для женщин. Не знаю, было ли у вас такое, что вам нравятся мужские ароматы, но этот явно не мужской. Кто видел вот такую вот фирму, кто пользовался ароматами этой фирмы, кстати, здесь есть женская линия, напишите мне, пожалуйста, в отзывах. Было бы любопытно. Название, не знаю, нужно мужу показать, он с вами французским идеальным разберется. Да, представляете, вот такие вот духи бывают для мужчин сейчас. Ну, для своеобразных, конечно, мужчин, таких женственных. Мне эти, например, духи очень понравились. Я просто обалдела от того, что они очень похожи, знаете, на что? На Прада, который я вам показывала, кстати, в своих пустых баночках. И мне напомнили The Beat от Burberry. Очень напомнили. То есть, такой притягательно сладковатый, такой вот чуть с горчинкой аромат. Довольно сильный. Но он такой совершенно женский. Ну, то есть, у меня даже мысли не возникло, что это может быть мужской. Я обратила на это внимание консультантов, и они тоже так слегка удивились, сказали, правда, что-то мы как-то не обращали внимания, что в мужской линейке вот этого бренда, да, с таким вот интересным названием, 42 градуса, есть вот такие вот духи. Нужно было что-то, что дает прикорневой такой объем, ну, такой, знаете, быстрый объем, типа сухих шампуней. И я решила попробовать от Taft. Вышла вот такая вот мгновенный объем стайлинг-пудра. Кстати, кто пробовал, расскажите мне. Я пока еще не пробовала. Эту стайлинг-пудру мне предложили девочки. Рядом стоял очень интересный мальчик. И я посмотрела на него и подумала, да, вот эти духи, наверное, для него, у него была так шикарно уложена щелка, что я, конечно, не могла пройти мимо, я сделала ему комплимент, он так сказал спасибо. Он был очень счастлив. Ну, действительно, очень круто. Я спросила, чем он укладывает, он сказал, вот такой вот прикорневой объем различными спреями и вот такими вот пудрами. И, конечно же, лаком. Я сказала, здорово, я тоже так научусь. Так, ну и... Вот так. И, конечно, наверное, я единственная, кто еще не попробовал масло для губ от Неве. У меня вечно сохнут губы. Я все в поиске таких вот средств, которые, знаете, будут прекрасно работать ночью, пока я сплю. Я попробую, обязательно вам расскажу. Кстати, кто пробовал вот этот аромат с кокосом, и вы ароматы пробовали, какие вам больше нравятся, потому что там выбор огромный. Стоят они в районе 200 рублей, там 200 с небольшим, это недорого. Ну и здесь довольно большой объем, поэтому я считаю, покупка абсолютно оправданная. И теперь пару слов, почему это видео началось в одном духе и закончилось в другом. То есть я уже слегка, чуть-чуть как бы в макияже, ну так немножечко буквально, у меня нет тонального средства. Я, кстати, воспользовалась этой пудрой Physicians Formula вместо тонального средства. Вот посмотрите, что получается. Получается очень красивый такой свежий, я бы так сказала, цвет лица. Оно, естественно, чуть-чуть открасило ресницы, и на глазах у меня сейчас, вот обратите внимание, как раз те самые матовые тени от Эльф. И они продержались довольно долго, абсолютно сухие веки. Они прям засыхают, отлично держатся. Очень бюджетное средство. Как вы видите, такой вот совсем легкий-легкий-легкий тинт получается. Я прервала съемку этого видео, поскольку поняла, что я не могу найти свой паспорт. И не просто паспорт, а целое портмоне, вот то красивое, большое, которое я вам показывала в своем видео о том, что в моей сумке. Ну и оказалось, что у меня его украли, было уже очень поздно. Доснимаю я это видео уже на следующий день сейчас. Ночь мы не спали, искали, естественно. Ничего не нашли, пришлось вызвать полицию. Как это все восстанавливается? Просто чтобы вы не пугались, ничего страшного нет на самом деле. Дышите глубже, вдох-выдох, вдох-выдох. Нужно просто вызывать полицию там же, где вы обнаружили, соответственно, пропажу. То есть не там, где вас украли. Ну, конечно, если вы обнаружили сразу же там, где украли, вообще прекрасно. То есть две точки совпадают. Но если у вас украли какое-то прошло время и вы обнаружили, только потом, любой абсолютно документ, ну, важный для вас, нужный для вас, то, пожалуйста, заявите, либо подъезжайте сразу в отделение полиции. Далее вы пишете заявление, далее вам выдают уведомление о том, что приняли это заявление. Такой отрывной талончик с печатью. Далее с этим уведомлением все очень просто. Не пугайтесь, я долго не буду вам этого рассказывать. Просто чтобы вы не боялись, да. С уведомлением этим вы идете в ЕРЦ. Теперь в ЕРЦ, ну, по крайней мере, так у нас в Москве. Не знаю, уточните, где у вас, кстати, выдают сейчас паспорта. В ЕРЦ есть отдельный этаж, который выделили под оформление паспортов российских и загранпаспортов. В этом же помещении вы можете сделать фотографию, поэтому вот как я была, так я и сфотографировалась. Дальше вы можете тут же моментально сделать оплату госпошлины полторы тысячи рублей. И, соответственно, со всем этим сразу же, в эту же очередь, вы попадаете к специалисту, который забирает у вас все эти документы. Если вы хотите вписать несовершеннолетнего ребенка, берете с собой свидетельство о рождении, если вы хотите быть замужем, продолжать быть замужем, берете с собой свидетельство о заключении брака. Ну, и, соответственно, все документы, которые, как вы считаете, могут вам понадобиться. Кстати, вы поменяли место прописки, например, если вам выдавали паспорт в другом районе, с вас могут потребовать ваше свидетельство о рождении, сколько бы вам не было лет, даже если вам 70 и 80. Поэтому займитесь, пожалуйста, восстановлением, у кого она давно утеряна или пропала, или кто считал, что она уже не нужна из-за того, что у вас есть паспорт. Да, паспорта тоже, к сожалению, может не быть. Ну, и если вы напомните и попросите, то вам, конечно же, выдадут временное удостоверение личности, с которым вы сможете проходить любой абсолютный контроль и даже брать кредит. Оно здесь будет действительно до и указана дата, когда, предполагаемо, вам выдадут новый паспорт. Когда-то после войны мой дедушка довольно долго, лет, наверное, 20 подряд, руководил отделением милиции, тогда еще она называлась в Подмосковье. И вот когда у бабушки выхватили сумку из рук, кстати, она несла в этот день, естественно, все свои документы из банка и свою зарплату. Она работала в Госбанке, по-моему, так он раньше назывался. И когда преступники обнаружили, чью же сумочку в итоге они украли, они вернули ей эту сумочку, подбросили к дому, представляете? Мало того, что в сумочке все было цело, они еще положили туда довольно много денег. Его начальника милиции они хорошо знали, хорошо знали, где он живет. Вот так. Сегодня я говорила с руководителем миграционной службы, он сказал, что эти времена прошли, посмеялся вместе со мной, поддержал меня, сказал, да, к сожалению, сейчас уже паспорта никто практически не возвращает, они бесследно исчезают. Так что лучше сразу же заниматься восстановлением, конечно же, заявить в отделение полиции. Что ж, на этой положительной ноте, даже я бы сказала веселой, я прощаюсь с вами, очень хочется спать, глаза уже просто очень-очень красные, не спали два дня всей семьей. Прощаюсь с вами, буду спать, я желаю вам удачи, обязательно держитесь, никогда не задавайтесь, будьте в хорошем настроении и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!